В Алматинской области зарегистрирован седьмой случай заболевания вирусом COVID-19. Им оказался пенсионер 1952 года рождения из Жамбулского района. Такую информацию сообщил главный врач региона Бауржан Эскак во время встречи с представителями СМИ. По его словам, в связи с проблемами со здоровьем, пенсионер часто посещал южную столицу до карантина. Чуть позже, помимо боли в суставах, его начали беспокоить сухой кашель и повышенная температура. Семья сразу же заподозрила неладное. Немедля они обратились в Жамбулскую районную больницу. Результат на коронавирус оказался положительным. Сейчас самого возрастного инфицированного в области перевели в Карасайскую райбольницу. Для него отведен отдельный бокс. Врачи сообщают, состояние больного стабильное. По утвержденному алгоритму он был доставлен скорой медицинской помощью в инфекционное отделение. И учитывая, что сейчас с Алматы все, которые идут, наши граждане, если предъявляют жалобу, мы их всех проверяем, как на температуру, кашель. Все это анамнезы собираем и берем анализы на вирусологию. Все его контакты на сегодняшний день уже отрабатываются. Значит, они госпитализированы. Это, значит, жена и сын. Результаты их на сегодняшний день сейчас в работе. Напомним, первый случай заболевания в регионе был зафиксирован 21 марта. Мужчина, вернувшийся из Объединенных Арабских Эмиратов, оказался болен. На данный момент его состояние оценивается как стабильное. Он идет на поправку. В скором времени его повторно проверят на наличие болезни и в случае отсутствия могут выписать. Стоит отметить, среди заболевших есть и беременная женщина. Ее состояние также стабильное. На вопрос журналистов, как скажется болезнь на ребенке, Боржан скак ответил. Пока ничего не ясно, но жизни неродившегося младенца ничего не грозит. Добавим, всего в регионе на карантине 626 человек. 166 в стационаре, остальные под домашним наблюдением. В Алматинской области на санитарных постах, расположенных вблизи города Алматы, усилены меры санитарной безопасности. Отныне каждое проезжающее транспортное средство подвергается тщательной дезинфекции. По словам сотрудников Национального центра экспертизы, только на трассе Алматы-Бишкек в среднем за день проходит более тысячи авто. В обработке используются современные препараты. Они не могут нанести вред человеку или животному, говорят ответственные лица. Все растворы готовят согласно инструкциям, используют только разрешенные препараты. Напомним, всего на территории Алматинской области расположено 20 санитарных постов. Четыре из них находятся вокруг города Талдыкурган, остальные в южной части региона. Специалистами нашего управления были вручены постановления о профилактике коронавируса, а также по противоэпидемическим мероприятиям. На сегодняшний день свыше 100 постановлений были выданы физическим и юридическим лицам о необходимости усиления санитарно-дезинфекционного режима. Наши специалисты вокруг Алматы размещены на шести санитарных постах. Их задача – замерять температуру каждого проходящего, также собирать эпитонамнез. Эпитонамнез включает в себя анкетные данные, в том числе и фамилия, имя, отчество, откуда прибыл, куда едет, куда направляется. Шесть городов Казахстана закрыты на карантин. С 12 часов ночи 30 марта, то есть сегодня, в Атрау, Караганде, Тимиртау, Шахтинске, Сарани и Абае ограничили выход из дома. За исключением приобретения продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу. В вышеперечисленных городах закрыты места массового скопления населения. Государственные и частные детские сады и другие организации. Ресторанам и кафе разрешаются работать только на доставку. А в Ахтау ввели особый режим. Там ограничили передвижение населения с 19 часов вечера до 8 часов утра. Выход из квартир и нахождение граждан в общественных местах. Количество зараженных COVID-19 в Казахстане к этому часу 294. По три инфицированных сегодня утром были выявлены в Алматы, Газалардинской и Акмолинской областях. Наибольшее количество зараженных COVID-19 приходится на столицу. 167 случаев. В Алматы 73. По регионам больше всего зараженных находятся в Атрауской области. Это 12 человек. В Акмолинской 9, в Алматинской 7, в Казалардинской 5. Отметим, что пациенты с коронавирусной инфекцией лечатся в больницах почти всех казахстанских регионов. На сегодня 20 выздоровевших. Случаи заболеваний не были выявлены только в Костанайской и Туркестанской областях. Специалисты Казгидромет озвучили первые результаты экспертизы после массовой болезни рыб в водохранилище Туркестанской области. Там на экспертизу отобрали пробы воды в нескольких местах. Однако анализы не показались существенного загрязнения водоема и наличия в нем вредных химических веществ. Практически все показатели в норме, заверяют эксперты. Отмечают лишь незначительные превышения нормы железа вблизи двух пляжей. Тем не менее, специалисты продолжают выяснять причину болезни рыб. Напомню, на прошлой неделе местные рыбаки сняли на камеру странное поведение и состояние карасей и сазанов. Действие происходило на Шардаринском водохранилище. Очевидцы наблюдали скопление обитателей водоема. Некоторые особи были мертвы. После этого на место выехали экологи. По данному факту сейчас идет проверка. Турмы поручил вожатый лагеря. За возвращение детей в октябрье. Скандал разгорелся летом прошлого года. Тогда на вожатого поступили заявления от семи родителей, чьи дети отдыхали в лагере. По их словам, мужчина приставал к 10-12-летним мальчикам. Вожатый студент одного из столичных вузов. Приехал домой на каникулы и устроился в детский лагерь. После инцидента его отстранили от работы. По итогам проверки специалисты управления образования заявили, мужчина просто не нашел общий язык с воспитанниками. Тем не менее, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Почти в два раза снизилось количество всех преступлений в Алматинской области. Полицейские связывают это с введением чрезвычайного положения в стране из-за вируса COVID-19. В частности, на 25% снизилось количество скадократства, на 36% грабежи, хулиганство на 31,25%. Стоит отметить, за последнюю неделю в регионе не зарегистрировано тяжких преступлений, таких как убийство или разбойное нападение. Последний случай кражи чужого имущества зафиксирован в Алтен-Орде. Подозреваемого сразу же задержали, сейчас он находится под следствием. Добавим, несмотря на то, что большинство сотрудников правоохранительных органов дежурят на блокпостах, свою прямую обязанность – поимку преступников и обеспечение безопасности населения. Стражи порядка выполняют безукоризненно. На территории данных постов преступления к этому времени не зарегистрированы. Однако задержаны 42 человека, которые привлечены к административной ответственности по статье 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Из них 40 – за нарушение особого режима въезда и выезда, и 2 человека – за нарушение запрета на проведение массовых мероприятий. К 30 из них применена санкция в виде административного ареста от 3 до 10 суток, остальные штрафованы на 10 МРП. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok